Молодежным парламентом при сенате Олеймачлиса совместно с комитетами Верхней Палаты Парламента по вопросам молодежи, культуры и спорта, а также по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции, организована встреча за круглым столом, посвященная конституционным реформам. В широком диапазоне социума молодежь занимает особое место, поэтому важно, чтобы молодые люди не оставались сторонними наблюдателями изменений, происходящих во всех сферах жизни страны, а выступали их движущей силой. Закономерно, что их мнение, а тем более предложение членов молодежного парламента при сенате Олеймачлиса, их непосредственная вовлеченность очень значима в ходе реализации конституционных реформ. Ведь молодежные парламентские структуры являются каналами, посредством которых молодые люди могут активно участвовать в политических процессах. Прогрессивные идеи, новый взгляд на общественные явления, безусловно, будут синтезироваться с профессиональным и жизненным опытом старшего поколения. В результате сформируется массив предложений по изменениям в конституцию. Благодаря чему будет задан необходимый вектор развития, сформулирован образ будущего, к которому нынешние и следующие поколения должны стремиться. Это неоднократно подчеркивалось в ходе прошедшего диалога. Отмечалось, что основные направления стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы, в числе которых построение гуманного государства, путем возвышения чести и достоинства человека и дальнейшего развития свободного гражданского общества, обуславливают необходимость дальнейшего совершенствования конституционного пространства. Акцентировалось, что изменения, вносимые в основной закон, имеют важное значение для дальнейшего повышения благосостояния народа, трансформации структуры экономики и ускоренного развития предпринимательства. Станут прочной основой для последовательного продолжения реформ, направленных на безусловное обеспечение прав и интересов человека. Нынешняя встреча стала прекрасной возможностью для всех ее участников, включая членов молодежного парламента при Сенате, высказать свою точку зрения. Конституционная реформа – это требование жизни. Поступили предложения по закреплению в Конституции норм, касающиеся расширения полномочий парламента и местных, кингашей экологии, здравоохранения, поддержки молодежи, обеспечения прав лиц с инвалидностью и детей. Хотелось бы, чтобы в каждой семье на книжной полке была Конституция, чтобы каждый раз при ее чтении граждане чувствовали, что в нашей стране честь и достоинство человека превыше всего. Озвученные мнения и предложения будут суммированы и учтены при корректировке Конституции.